Что очень важно для того, чтобы поддерживать правильную осанку, чтобы было уравновешено внутригрудное и внутрибрюшное давление. Когда мы с вами стоим, мы говорили, что мы находимся в легком переднем падении. И это легкое переднее падение удерживается мышцами, расположенными кзади от позвоночного столба. Они все время находятся в напряжении и не дают нам падать вперед. Но это не единственный механизм, удерживающий наше тело в вертикальном положении. В брюшной полости, в грудной полости существует относительно отрицательное давление. Там есть так называемые мешки легких и мешки брюшины внутренних органов, которые содержат в себе небольшое количество жидкости. И там в этих полостях относительно отрицательное давление. И получается, что когда мы делаем наклон вперед, мы на уровне живота, на уровне грудной клетки, на уровне шеи опираемся с вами на так называемый гидропневматический мешок. Воздушно-жидкостный мешок, который обладает меньшей сжимаемостью. И получаем опору для поясницы, получаем опору для шеи, так называемую гидродинамическую подушку в движениях переднего наклона. И если идёт неравновесие, давление внутригрудного, внутриберышного, то мы не получаем эту поддержку. И наше тело меняет свою геометрию. Могут выкатываться вперед животы. Могут расширяться, как юбка нижние ребра. Всё это приводит ещё к большему усилению геометрии позвоночных дуг, появляется сутулость, появляется изгиб избыточный со стороны поясницы. И мышцам приходится ещё больше включаться в работу, чтобы удерживать осанку вертикально. Они от этого переутруждаются, начинают болеть. Если в этот момент заниматься гимнастикой, закачивающей мышечный корсет, это больше ещё их утруждает. И они устают. Поэтому зачастую физические упражнения провоцируют обострение. Поэтому очень важно к своему организму относиться вдумчиво и не начинать физические упражнения поверх болевых ощущений. Это с одной стороны. С другой стороны, получается, что мы с вами опираемся на внутренние органы, которые расположены в полостях. Прюшной, грудной, на уровне шеи. Тут тоже есть гортаноглодочный блок. И вся эта цепочка внутренних органов, она образует единую непрерывную взаимосвязь. От основания головы, от диафрагма рта, спускается гортаноглодочным блоком вниз, дальше идёт в виде связок грудной полости и переходит в связки кишечника и таза. И вот эта гирлянда связочного аппарата внутренних органов, она относительно позвоночного столба образует тетиву, как относительно древка лука. Древка лука – это позвоночник, а система натяжения внутренних связочек – это тетива. И получается, что находясь немножко в состоянии переднего наклона, эта тетива, находясь впереди от позвоночного столба, создаёт натяжение вперёд и вниз. И поэтому вот это вот натяжение, оно может сильно провоцировать сутулость и менять характер внутригрудного и внутрибрюшного давления. Поэтому у нас сегодня будет такой вот хитрый урок. Мы говорили о том, что мы будем синхронизировать работу всех позвоночных дуг вместе. Мы сегодня будем уравновешивать с вами внутригрудное и внутрибрюшное давление, чтобы в движениях наш позвоночный столб лучше амортизировал. И мы сегодня будем уравновешивать вот эту внутреннюю гирлянду связочек, которые идут от нижней челюсти, через горло, грудную клетку, живот и вплетаются в мышцы тазового дна. В так называемый сухожильный центр промежности. И начнём мы с вами нашу гимнастику сверху вниз. Сначала высвободим напряжение со стороны диафрагмы таза, потому что она тоже дышит в такт диафрагмы грудной. Ну вот, и после этого выровняем внутригрудное и внутрибрюшное давление и поработаем с горлом, язычком, то есть со всеми этажами тела. Для того, чтобы начать нашу гимнастику, нужно расположиться на передней третьей табуретки, на горизонтальной ровной опоре, чтобы в тазобедренных и коленных суставах был угол в 90 градусов. И нам нужно, чтобы руки располагались на коленях ладошками вверх, для того, чтобы раскрыть сразу грудную клетку, плечи. Ещё разочек повторюсь, что уроки движения по методу Фильдентрайза, они идут с прислушиванием к собственным ощущениям, потому что эта гимнастика не столько для физического тела, сколько для того, чтобы нервная система позволяла нам перестраиваться. Это гимнастика для мозга через физические упражнения. Все упражнения мы должны делать с маленькой амплитудой, с малой силой. Оп, включу свет, чтобы меня было лучше видно. И медленно, для того, чтобы нервная система успевала анализировать то, что происходит в нашем теле, а мышцы, связки расслабляться. И давайте сделаем уже знакомое нам с вами движение. Перекатим с вами крестец и таз вперёд. И при этом поясничка прогибается, вес тела переносится к луну. Мягко, плавно вернёмся обратно. Опять перекатим крестец и таз вперёд. Сделаем вдох. Мягко, плавно вернёмся обратно. Перекатим крестец вперёд. Сделаем вдох. Надуем объёмом нижнюю трень живота. Мягко, плавно вернёмся в обратном направлении. Теперь давайте сделаем движение в обратном направлении. Перекатим крестец и таз под направлением к заде. Мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. Перекатим крестец и таз к заде. Вернёмся в нейтральное положение. Выдохнем, перекатим крестец и таз к заде. Втянем мышцы живота. Мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. Давайте с вами представим, что мы с вами сидим на циферблате часов, и когда мы перекатываем крестец и таз вперед, мы смещаем вес нашего тела к 6 часам. Когда мы перекатываем крестец и таз назад, мы смещаем вес тела по направлению к 12 часов. Соединим два движения вместе, перекатим крестец и таз вперед, сделаем вдох, перекатим крестец и таз назад, сделаем выдох, перекатим крестец и таз по направлению к 6 часам, сделаем вдох, надуем объемами из живота, перекатим крестец и таз назад, Сделаем выдох, втянем мышцы живота. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. И теперь давайте сделаем это движение только за счет мышц живота. На вдохе надуем объемом низ живота, на выдохе втянем мышцы пресса. Хорошо. И давайте к этому движению присоединим мышцы промежности. Выкатим вперед животик, сделаем вдох, втянем мышцы живота, сделаем выдох, втянем мышцы промежности. Выкатим вперед животик, надуем объемом нижнюю треть живота, сделаем вдох, втянем мышцы живота, втянем мышцы промежности, сделаем выдох. В тот момент, когда вы делаете эти движения, остаётся ли неподвижным ваш таз, или он тоже перекатывается вслед за движением мышц пресса, взад-вперёд, послушайте это движение, надуваем объёмами низ живота, вдох, стягиваем мышцы пресса, мышцы промежности, делаем выдох. Послушайте, как вслед за этим движением происходит изменение положения головушки в пространстве. Вы надуваете объёмы низ живота, делаете вдох, втягиваете мышцы живота, мышцы промежности, делаете выдох. Остаётся ли в этот момент головушка неподвижной в пространстве, или она слегка кивает в такт изменению давления, которое мы сейчас меняем, внутри живота. Великолепно. И давайте отдохнём в положении нейтрали и оценим, насколько симметрично мы сидим. Давайте почувствуем, как распределяется вес тела на правую и левую ягодицу. Послушайте, как на вдохе наполняется объёмом живот. Послушайте, в тот момент, когда делаете вдох, остаются ли неподвижными мышцы промежности. Потому что в обычной жизни, конечно, мы не задумываемся об этих ощущениях. Но в тот момент, когда вы делаете вдох, мышцы промежности расширяются или сокращаются. Великолепно. Почувствуете, как дышит ваша грудная клетка. Где вы на высоте вдоха наиболее ярко ощущаете её расширение в нижней трети. Может быть, посередине в области грудины. Почувствуйте, насколько симметрично располагаются ваши плечи, шея, головушка. Давайте проведём вертикаль, проходящую через макушку, голову, шею, грудной отдел, позвоночник и живот, уходящие на таз и промежность. В силе этапы этой вертикали вам удается провести непрерывно, как единую ось. И теперь давайте с вами перекатим вес таза, перенесём вес тела на левую ягодичку. Мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. Перенесём вес тела на левую ягодичку. Мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. Давайте надавим правой ножкой в пол. Почувствуйте, на какую ягодичку переносится вес тела. Надавим правой ножкой в пол. Почувствуйте, на какую ягодичку переносится вес тела. Помните, у нас был циферблат часов к задней, в сторону копчика задних боковых карманов, это у нас было 12 часов. И когда мы переносим вес тела на левую ягодичку, в сторону левого тазобедренного сустава, это будет 3 часа нашего циферблата. Опять надавите правой ноженькой в пол, перенесите вес тела на левую ягодичку. Мягко, плавно вернитесь обратно. Перенесите вес тела на левую ягодичку, надавите правой ножкой в пол. Сделайте вдох и надуйте объемом нижнюю треть живота. Мягко, плавно вернитесь в нейтральное положение. Опять перенесите вес тела на левую ягодичку, надавите правой ножкой в пол. Делайте вдох, наполните объемом нижнюю треть живота, мягко, плавно вернитесь в нейтральное положение. Теперь давайте сделаем движение с противоположным знаком. Перенесите вес тела на правую ягодичку, мягко, плавно вернитесь в нейтральное положение. Перенесите вес тела на правую ягодичку, левой ножкой надавите в пол, мягко, плавно вернитесь в нейтральное положение. Каждый раз не забывайте себя спрашивать, могу ли я сделать движение с меньшей амплитудой, меньшей силой, меньшей скоростью, с большей плавностью. Переносим вес тела на правую ягодичку, левой ножкой надавим в пол, надуваем объемом нижнюю треть живота на вдохе, мягко, плавно возвращаемся обратно. Опять надавим левую ноженьку в пол, перенесем вес тела на правую ягодичку, сделаем вдох, наполним объемом нижнюю треть живота. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. И теперь это правая половинка таза, это 9 часов нашего циферблата, на которого мы переносим вес тела. И теперь давайте соединим два движения вместе. Мы будем давить правой ноженкой в пол, переносить вес тела на левую ягодичку, делать вдох, надувать объемом нижнюю треть живота. Мягко, плавно возвращаться в нейтральное положение. Давить левой ноженкой в пол, переносить вес тела на правую ягодичку. На вдохе надувать объемом нижнюю треть живота. Мягко, плавно возвращаться в нейтральное положение. И еще разочек правой ножкой давим в пол, вес тела переносим налево. Надуваем объемом нижнюю треть живота. На вдохе мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. И в очередной раз сейчас мы с вами будем делать вот это движение переноса веса тела с правой ягодицы на левую с трех часов нашего циферблата на шесть часов нашего циферблата. И почувствуйте, симметрично ли в движении вовлекаются мышцы пресса. Мы давим правой ноженкой в ту пол, делаем вдох, надуваем объемом нижнюю треть живота. Какая половинка живота, левая или правая, расширилась, наполнилась объемом больше. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Давим левой ноженкой в пол, делаем вдох, надуваем объемом нижнюю треть живота. Сейчас мы ощущаем, какая половинка живота, левая или правая, больше наполнилась объемом. Еще разочек ноженкой давим в пол, правую надуваем объемом нижнюю треть живота. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Левую ноженкой давим в пол, надуваем объемом нижнюю треть живота. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Опять давайте почувствуем, насколько симметрично располагается наше тело на ягодичках. Какая ягодичка принимает больше веса тела. Почувствуйте, как дышит ваш живот на вдохе, как дышит на вдохе ваша промежность. Стало ли более ярко ощущаться движение промежности на вдохе? Угу, великолепно. Давайте почувствуем, как на высоте вдоха расширяется грудная клетка. Происходит ли это симметрично? Где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха? Почувствуйте, насколько симметрично располагаются ваши плечи, головушка. Угу. И теперь давайте соединим все движения вместе. Мы с вами сидим на воображаемом циферблате часов. Где, если мы отклоняем вес тела к задних, в сторону задних боковых карманов, у нас находится 12 часов. Если мы переносим вес тела на левую ягодичку, в сторону левого тазобедренного сустава, это 3 часа наших часов. Если мы переносим вес тела к переди, к лону, это 6 часов нашего воображаемого циферблата. Если мы переносим вес тела в сторону правой половинки таза, это 9 часов нашего циферблата. Сейчас мы с вами будем описывать циферблат по кругу, по радиусу. И исследовать каждый сектор из этого циферблата. Прошу прощения. Выключу звук. Опа! Итак, мы перекатываем крестец и таз назад к 12 часам. И из этого положения идем по циферблату, по кругу, к часу. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Опять переносим вес тела на первую резочку циферблата, на час, на два. И возвращаемся обратно по кругу циферблата. Два, час, двенадцать. Опять, с 12 часов. Перенося вес тела к задней, в сторону задних боковых карманов. Мы переносим вес тела на час, на два, на три. И с трех часов на три, на два, на час, на 12. Все листья сектора циферблата вам удалось прочертить ровно. Не было ли зоны, в которую сместить тело по радиусу, не очень комфортно. Или, может быть, не удается прочертить именно круг. Где-то какой-то сектор выпадает. Не страшно. Мышцы в тазу идут с крестца на тазовые кости веерообразно. И мышцы промежности тоже, как лучики, расходятся от сухожильного центра промежности в разные стороны. Поэтому вот это наше движение по кругу, оно будет задействовать всю диафрагму тазового дна, расслабляя мышцы, как перышки, одно за другим. Поэтому просто замеченная, да, у нас гимнастика для нервной системы, где-то ограничение подвижности уже даст нервной системе сигнал, для того, чтобы напряженные мышцы высвобождались. Теперь давайте опять перенесем вес тела по направлению к 12 часам, к задним боковым карманам. И оттуда по окружности перенесем вес тела с 12 на час. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Опять перенесем вес тела на 12, 11, 10, 10, 10, 11, 12. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Перенесем вес тела на 12, 11, 10, 9, 9, 10, 11, 12. Все ли движения по кругу удавалось ли проводить плавно? Великолепно. И теперь давайте с вами отчертим передние квадранты нашего циферблата. Перекатим вес крестца и таза вперед по направлению к луну, к 6 часам. И пойдем против часовой стрелки, к левому тазоведренному суставу. Перекатим вес тела вперед на 6, мягко, плавно сместимся на 5, вернемся к 6 часам. Перенесем вес тела на 6, на 5, на 4, 4, 5, 6. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Опять перенесем вес тела вперед на 6, на 5, на 4, на 3, 3, 4, 5, 6. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. И еще разочек перенесем вес тела к луну, сместимся на 5, на 4, на 3. Почувствуйте, как, возвращаясь обратно, будет меняться тонус мышц живота. На 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Великолепно. У нас остался еще один сектор циферблата. Будем последовательными. Перенесем вес тела вперед, к 6 часам сместимся по часовой стрелке вправо, к 7. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Опять перенесем вес тела вперед, сместимся с 6 на 7, 8, 8, 7, 6. Еще разочек сместим вес тела на 6, на 7, 8, 9. Из 9 вернемся на 8, 7, 6. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение и отдохнем. Захотелось ли вам сделать вдох? Великолепно. Опять давайте почувствуем, может быть, необходимо пошагать немножко на стуле, потому что сейчас было много напряжения у нас в тазу, со стороны тазового дна. Это требует иногда смены положения. Давайте почувствуем, как проходит вертикаль через макушку, голову, шею, грудную клетку, живот уходит на промежность. Опять сделаем вдох, почувствуем, как дышит наше тазовое дно, что происходит с ним на вдохе, что происходит с ним на выдохе. Великолепно. И давайте соединим теперь все движения по и против часовой стрелки вместе. Перенесем вес тела кзади, к 12 карманам, по направлению к задним боковым часам. И пойдем по ходу циферблата. Будем смещаться влево с 12 на час, обратно. С 12 на час, на два, два, час, двенадцать. Великолепно. 12, час, два, три, три, два, один, час. Великолепно. И еще разочек. 12, час, два, три, четыре, четыре, три, два, один, двенадцать. И еще разок. 12, час, два, три, четыре, пять. 12, час, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, пять, четыре, три, два, один. И еще разок. Час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Великолепно. 12, час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, двенадцать. Осталось еще чуть-чуть. 12, час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И еще разочек. Час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, двенадцать. Великолепно. Это такое вот рутинное движение, когда мы проследовали каждому часу циферблата, фактически описывая круг тазом. Это очень центрирующее и выравнивающее позвоночный столб упражнения, потому что когда со всех сторон вокруг позвонков, кпереди, кзади, сбоку, находятся мышцы и свяжки. И совершая круговое движение, мы расслабили их по кругу. Если позвоночник давит на позвоночник неравномерно, то в этот момент неравномерное давление на диск вызывает его выпячивание, провоцируя формирование грыжи. И круговые движения, это те движения, которые позволяют расслаблять мышцы вокруг позвоночника и позвонков по кругу, центрируя их положение одно относительно другого и улучшая распределение веса на диск. Поэтому все танцы танцовщиц восточных живота, когда у них много очень движений бедрами, тазом, у них присутствуют эти круговые движения и грудной клеткой, Это очень здоровая гимнастика для того, чтобы центрировать свое тело, распределять давление позвонка на позвонок, вытягивать позвоночный стол. И давайте с вами будем педантами и совершим это круговое движение теперь против часовой стрелки. И сделаем его уже без возвращения обратно, просто опишем круг, прослеживая каждую рисочку циферблата, насколько движение комфортно. Сметим вес тела назад и дальше пойдем вправо на одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, двенадцать. Великолепно. В какую сторону по или против часовой стрелки движение было более плавное, более симметричное, какая сторона движения круговая, казалось для вас более естественной. По или против часовой стрелки. Великолепно. Великолепно. Опять давайте почувствуем, как мы дышим. Прислушайтесь к движению своей промежности на вдохе. Скажите, что вот сейчас ощущение ее расширения гораздо более ярче, чем в начале, когда мы только спрашивали себя об этом. Потому что сейчас, двигаясь по рисочкам циферблата, мы восстановили подвижность большого количества мышц, раздышали ее и уравновесили. Теперь движения чувствуются ярче, и значит, застойных явлений, венозного застоя со стороны ножек, таза будет гораздо меньше, потому что диафрагма таза, как помпа, улучшает кровоток в ногах и в тазу, работая вместе с грудной диафрагмой в такте, когда их движения синхронизированы. Давайте почувствуем, как на высоте вдоха наполняется объемом наш живот, как на высоте вдоха наполняется объемом грудная клетка. В тот момент, когда вы делаете вдох, куда смещается ваш вес тела? Слегка вперед, назад или остается неподвижным? И теперь давайте сделаем упражнение, часть упражнения, ну, равновешивание давления внутригрудного и внутрибрюшного. Давайте перекатим крестец и таз вперед, надуем объемом в нижнюю треть живота, мягко, плавно вернемся обратно. Поднимем подбородочек вверх, надуем объемом грудную клетку, мягко, плавно вернемся обратно. Перекатим вперед крестец и таз, надуем на вдохе объемом нижнюю треть живота, на выдохе мягко, плавно вернемся обратно. Поднимем подбородочек вверх, надуем объемом грудную клетку, мягко, плавно вернемся обратно. Теперь давайте сделаем, мы делали дыхание в такт движению, теперь сделаем движение в такт дыхания. Вы слушаете свой вдох, во время вдоха надуваете объемом нижнюю треть живота, на выдохе возвращаетесь обратно. Слышите очередную фазу вдоха и наполняете объемом грудную клетку, на выдохе возвращаетесь обратно. Вдох, живот, выдох, вдох, грудная клетка, выдох, вдох, живот, выдох, вдох, грудная клетка, выдох. В тот момент, когда мы переменно наполняем объемом грудную клетку и живот, мы с вами работаем непосредственно с дыхательной мышцей диафрагмой, которая делит грудную полость от брюшной. В ней есть несколько отверстий для крупных сосудов, для пищевода. И именно уравновешивая диафрагму ее сухожильного центра, будет выравнивать нам давление внутри грудной и брюшной полости. Теперь давайте закроем дыхание горлом и носом, задержим дыхание. И на задержке дыхания надуем объемом нижнюю треть живота, грудную клетку, нижнюю треть живота, грудную клетку. Мягко, плавно восстановим дыхание. Не нужно делать дыхание, задерживать дыхание больше, чем это комфортно. Нужно все время оставаться в зоне легкости движений и без какого-то усилия. Опять запираем дыхание, наполняем объемом, расширяем грудную клетку механически. Наполняем объемом нижнюю треть живота, расширяем грудную клетку, расширяем объемом живот, расширяем объемом грудную клетку, расширяем живот, вдыхаем, позволяем своему дыханию восстановиться. Теперь давайте сделаем это движение в два раза чаще Для того, чтобы оно получилось чаще, его нужно будет сделать с меньшей амплитудой Наполним объемом живот, задержим дыхание Наполним объемом живот, грудную клетку живот, грудную клетку живот, грудную клетку живот, грудную клетку Мягко, плавно восстановим дыхание Опять послушаем себя, великолепно Опять задержим дыхание, надуем объемом живот, грудную клетку, живот, грудную клетку, живот, грудную клетку, живот, грудную клетку И восстановим дыхание Делайте глубокий вдох, почувствуйте, где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха Захотелось ли вам сделать это движение глубже Великолепно И давайте наполним объемом живот, грудную клетку, живот, грудную клетку, живот, грудную клетку, живот, грудную клетку Великолепно Отдыхайте Чувствуете ли вы напряжение пресса? Хорошо И давайте опять послушаем, как расширяется объемом грудная клетка Где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха Как расширяется объемом живот Как расширяется объемом промежность Великолепно И теперь мы с вами будем уравновешивать ту тетиву внутренних связочек Которые идут от основания головушки и вплетаются в промежность Давайте перекатим крестец и таз вперед Поднимем подбородочек вверх Сделаем вдох Мягко, плавно Вернемся в нейтральное положение Положим руку, вот так вот, ребро на грудину Опять перекатим крестец и таз вперед Надуем объемом нижнюю треть живота Поднимем подбородочек вверх Сделаем вдох Мягко, плавно Вернемся в нейтральное положение И еще разочек перекатим крестец и таз вперед Поднимем подбородочек вверх Сделаем вдох Проглотим слюнку Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение И еще разочек перекатим крестец и таз вперед Надуем объемом нижнюю треть живота Поднимем подбородочек вверх Проглотим слюнку Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение Теперь давайте, сохраняя руку на грудине Перекатим крестец и таз назад Втянем мышцы живота Втянем мышцы промежности Кивнем подбородочком вниз Сделаем выдох Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение Опять перекатим крестец и таз назад Втянем мышцы живота Втянем мышцы промежности Сделаем выдох Кивнем подбородочком вниз Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение Соединим два движения вместе Перекатим крестец и таз вперед Надуем объемом нижней треть живота Поднимем подбородочек вверх Проглотим слюнку Перекатим крестец и таз назад Втянем мышцы живота Втянем мышцы промежности Кивнем подбородочком вниз Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение И еще разочек Перекатим крестец и таз вперед Подбородочек вверх На слюнку глотаем Перекатываем крестец и таз назад Сокращаем мышцы пресса Сокращаем мышцы промежности Киваем подбородочек вниз Подбородочком вниз Великолепно Опять давайте почувствуем Где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха Теперь нужно будет поставить язычок на небо По средней линии За зубами И из этого положения Язычком мягко, плавно проскользить назад В глубину рта И когда вы скользите по средней линии В какой-то момент он попадает в небольшое углубление Не очень ярко выраженное Но тем не менее Оставьте твой язычок в этом положении И пожалуйста Перекатите крестец и таз И пожалуйста Надуйте объемом Нижнюю треть живота На вдохе На выдохе Втяните мышцы пресса Втяните мышцы промежности Язычок все время остается в высоком положении На вдохе Надуйте объемом нижнюю треть живота На выдохе Втяните мышцы живота Втяните мышцы промежности Язычок в высоком положении На вдохе Вы наполняете объемом нижнюю треть живота На выдохе Втягиваете мышцы живота Втягиваете мышцы промежности Продолжайте делать это движение Почувствуйте Как меняется давление язычка На небо В тот момент Когда вы совершаете Эти движения прессом Когда вы перекатываете Ну по большому счету За счет мышц пресса Крестец и таз вперед Надуваете объем Нижнюю треть живота Язычок начинает давить На небо ярче Когда вы втягиваете Мышцы живота И мышцы промежности Давление язычка на небо уменьшается Это едва уловимые Небольшие движения Но тем не менее В тот момент Когда мы чувствуем Через напряжение Когда мы чувствуем Через напряжение языка Своё основание Голошки Небо Мы вовлекаем в напряжение Гортоноглодочный блок И сокращаем мышцы промежности Всю вот эту внутреннюю Гирлянду Натяжение связочек Великолепно И пожалуйста Отдохните в положении Нейтрали Опять почувствуете Как вам дышится Великолепно Великолепно И теперь Давайте Опять упрём язычок В небо Представим Что мы сидим На циферблате часов Вот до этого Сидели на каком циферблате часов Больших башенных Кухонных настенных Или ручных Часики Какие у вас были Но подозреваю Что они были Не маленькие Поэтому сейчас Давайте мы с вами Представим Маленькие часики Что мы сидим На Ручных часах Сзади Со стороны Копчика 12 Со стороны Левого Тазобедренного Сустава 3 Со стороны Лона 6 Со стороны Правого Тазобедренного Сустава 9 И мы с вами Опишем Круг Поем Против Часовой Стрелки Вот этих Маленьких Часиков Создавая Давление Язычком На него Вот в это Углубление Опять Язычок За зубками Скользит По небу В глубину По средней линии Находит Небольшое Едва Заметное Углубление Остается В этом положении А мы с вами Сосредотачиваемся На движениях Таза Смещаемся На 12 Час Два Три Не останавливаемся Четыре Пять Шесть Но часики Очень маленькие Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Из 12 Пойдем в обратном направлении Двенадцать Одиннадцать Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Один Двенадцать Великолепно Расслабляйте Язычок Проглатывайте Слюнку Отдыхайте Как Вот сейчас Отчерчивать Круг Циферблата Маленьких Часиков По сравнению С тем Что у вас Были Большего Размера Легче Или Сложнее Плавнее Удаётся Сделать Это Движение Великолепно Для того Чтобы Отрегулировать Внутри Тазовое Давление Давление В брюшной Полости В полости Таза Она Отличается И тоже Между ними Есть свой Градиент На самом деле В Животе Выделяют Три Тажа Под Диафрагмальный Подрёберный Околопопочный И Надлонный Этаж И во всех Этих Этажах Разное Давление С разностью В 5 Миллиметров Водного Столба 10 15 20 И Помимо Этого Тазовая Полость Делена Брюшной Тоже Мембраной И Давление В тазу Отличается От давления В брюшной Полости И Как в диафрагме Есть отверстия Для сосудов Для пищевода Так и В тазу Есть Естественные Отверстия Ануса Мочеиспускательного Канала Еще есть Такие Два Спирательных Отверстия В тазу Которые Регулируют Там Давление И вот Сейчас Совершая Это Маленькое Движение Таза Мы Тоже Работали Именно С Напряжением Со стороны Выходных Отверстий Регулируя Давление И В то же Время От Центрального Сухожилия Промежности Вызывали Натяжение Системы Внутренних Связочек До Основания Диафрагма Рта Поскольку Активизировали Язычок И В то же Время Совершая Круговые Движения Мы Центрировали Позвоночки Один Относительно Другого Вытягивая Себя Вверх Опять Давайте Послушаем Насколько Симметрично Нам Сидится На Нашей Опоре Одинаково Ли Распределяется Весь Тел На Правую Левую Ягодичку Послушайте На Вдохе Движения Своей Диафрагмы Таза Как Вы Ее Ощущаете Почувствуйте Как На Высоте Вдоха Наполняется Объемом Живот Как На Высоте Вдоха Наполняется Объемом Грудная Клетка Почувствуйте Как На Высоте Вдоха Куда Отклоняется Вес Тела Вытягивается Позвоночный Столб Вверх Давайте Проведем Вертикаль Проходящую Через Макушку Голух Шею Грудную Клетку Живот Уходящую Через Таз И Промежность Не Существует Грудного Или Брюшного Дыхания Дышим Мы Всем Телом Все Наше Тело Вовлекается В дыхание Как Волна На Нас Накатывает И Последовательно Вовлекается Все Тело Управляется Позвоночный Столб Раскрывается Грудная Клетка Меняется Давление В тазу Разворачиваются Слегка Наружу Руки И ноги Даже Вы Обратили Внимание Что Язычок В такт Дыхательным Движением Меняет Свою Опору На Нем То есть Все Тело Вовлекается В движение Поэтому Когда Говорят О том Что Я Дышу Ток Грудной Клеткой У Меня Не Так У Участвует У У меня Грудное Дыхание Или Я Дышу Только Животом У У Брюшное Дыхание Это Что Если Вы Чувствуете Дыхание Только Одним Животом Или Только Одной Грудной Клеткой Та зона Которая Дышит Меньше По вашему Просто Блокирована Дышит Все Тело Одинаково Вовлекается В движение Если Видимо Преобладает Один из Типов Дыхания Грудной Или Брюшной Значит Там Где Его Меньше Там Какая То есть Фиксация Допустим Не Дышит Грудная Клетка Может Фиксирован Грудной Одел Позвоночника Или Не Дышит Пресс И Тогда Это Может Быть Какое-то Натяжение В тазу Запоры Например Или Еще Какие-то Вещи Может Пайки У женщин Если Это Рубчик После Кесарево Сечения Например Вот Поэтому Дышать Нужно Всем Телом И Слушай Своё Дыхание Во Всем Теле От Этого Будет Полнота Кровотока Полнота Обменных Процессов И Полнота Помпажных Движений Мышц Относительно Позвоночного Столба Чтобы Они Успомогли Расслабляться Наше Тело Центрироваться Расслабляться